Хе-хей! Вы готовы пораскинуть мозгами? Но не просто так, а чтобы выжить, потому что мы собираемся предложить вам пять леденящих кровь ситуаций. Кто не любит заковыристых головоломок или запутанных детективов? Ну что же, сегодня мы поднимаем ставки. Вам нужно будет найти решение загадкам, когда на кону будет стоять ваша жизнь. Вы же хотите выбраться живым, верно? После каждой загадки у вас будет 20 секунд, чтобы обдумать ответ. Не торопитесь, постарайтесь задействовать всю свою логику и нестандартное мышление. Если вам нужно больше времени, то просто поставьте видео на паузу. А теперь приступим! Номер пять. Лицом к лицу с голодным львом. Вы на африканском сафари. Так красиво вокруг. Ой, не совсем. Что-то пошло не так, и вы оказались один на один с очень злым и голодным львом. Ваши действия. Вы побежите от него со всех ног. Предложите царю зверей что-нибудь вкусненькое, своего соседа, например. Будете смотреть ему прямо в глаза и постараетесь увеличиться в размерах. Надеюсь, вам никогда не придется оказаться в такой ситуации в реальности, но пока у вас 20 секунд, чтобы выбрать правильный образ действий. Если вы решили испугать зверя своими внушительными размерами и прямым зрительным контактом, то вы абсолютно правы. Вы действительно хотели убежать от льва, учитывая, что вас парализовало от страха? Что до вкусняшек, то эта идея тоже не самая лучшая. Диких животных не подкупить. Номер 4. Укус ядовитой змеи Итак, вы избежали смерти со львом. Поздравляем! К сожалению, теперь вы блуждаете по саванне, не зная дороги и ища спасения. Тут вы слышите шипение, и в следующее мгновение вашу ногу пронзает острая боль. Вас укусила ядовитая змея. Что делать? Высосать яд как можно быстрее. Не двигать ногой и наложить на нее жгут. Промыть укус большим количеством воды. У вас 20 секунд на спасение своей жизни, так что каждое мгновение на счету. Думайте быстро! Что вы выбираете? Время вышло! Давайте сразу откажемся от первого ответа. Пытаться высосать яд из раны – плохая идея, к тому же довольно рискованная. Даже если у вас получится высосать яд, то нужно быть на 100% уверенным, что у вас во рту нет открытых ранок, через которые отрава может попасть в вашу кровь. К тому же в состоянии паники вы можете случайно проглотить яд. Что касается промывания раны, то это неплохая затея, если рядом есть источник чистой воды. Но вы же в саванне! Таким образом, у нас остается только один вариант – не двигать ногой, чтобы яд не распространился дальше, и постараться найти помощь. Номер 3. Столкновение с носом. Вы пережили укус ядовитой змеи. Но ваша душа требует приключений, поэтому вы снова отправляетесь в путешествие. На этот раз на африканские равнины. И хотя вы стараетесь быть осторожным, вам навстречу бежит огромный острый нос, и вот-вот нападет на вас. Стойте, стойте, простите, сейчас проверю сценарий. Ой, это не нос, это носорог! Ну что же, тогда все понятно. Итак, вернемся к нашей опасной ситуации. Водни, вокруг ни души, помочь некому. Как же спастись на открытой местности, когда на вас бежит огромный носатый носорог? Развернуться и помчаться со всех ног в обратном направлении. Спрятаться за чем-нибудь большим, например, за деревом или камнем. Отвлечь носорога, бросая свою одежду по сторонам. Посмотрим, что вы сможете придумать за 20 секунд. От ваших действий зависит ваша жизнь. Если носорог вас увидел, то убежать от него не получится. Хотите, верьте, хотите, нет, но эти животные могут передвигаться со скоростью 50 км в час. Вы уверены, что у вас получится его обогнать? Что до отвлекающего маневра, то, боюсь, он тоже не сработает. У носорогов очень плохое зрение, так что они могут даже не заметить, что вы что-то бросаете. На самом деле они настолько близоруки, что не смогут отличить вас от дерева на расстоянии 5 метров, даже если вы будете голым. Так что прежде всего не приближайтесь к нему. И если получится, найдите какой-нибудь большой камень и спрячьтесь за ним. Это единственный способ спастись от разъяренного носорога. Номер 2. Замок смерти Ха, вы опять обманули смерть и избежали разъяренного носа, то есть носорога. Теперь вы блуждаете в темноте в поисках убежища. К счастью, на вашем пути появляется замок прямо посреди африканской равнины. Да, я знаю, что это странно, но не торопитесь с выводами. На дворе ночь, и замок выглядит совсем негостеприимно, но выбора нет. Вы входите в замок, надеясь увидеть там других людей, и тут дверь захлопывается прямо за вашей спиной. Кругом черным-черно, вы щелкаете выключателем, но электричества нет. Сквозь окна падает тусклый лунный свет, и вы видите три двери, на каждой из которых есть табличка. Первая гласит «Смерть через утопление», вторая обещает «Смерть на электрическом стуле». И третий утверждает, что за ней вас ждет смерть от ружья. Хо-хо, неудивительно, что там нет постояльцев. И тут вы замечаете еще одну табличку, на этот раз на полу. В надежде, что это ваш путь к спасению, вы читаете ее, но на ней написано «Останешься в замке, умрешь от голода». Вот такие дела. Похоже, избежать смерти на этот раз не удастся. Какой же выход вам выбрать? Это даже хуже, чем разъяренный носорог и голодный лев. Темный замок прямиком из фильмов ужасов. Ну что же, ваши 20 секунд пошли. Мне неприятно это говорить, но ваше время вышло. Что вы выбрали? Несмотря на то, что все варианты ведут к неминуемой смерти, вы все же можете выбраться из замка невредимым. Просто выберите электрический стул. Помните, что электричества-то нет. Как видите, здесь опасность опять обошла вас стороной. Номер один. Опасные лифты. Похоже, вы просто притягиваете к себе неприятности. Вам удалось вернуться в город, но теперь вы застряли на 30-м этаже небоскреба, в котором нет лестницы. Ваша единственная возможность спуститься – это выбрать один из четырех лифтов. Кабина первого лифта покрыта ядовитыми пауками. Если хоть один укусит вас, вы тут же умрете. Во втором лифте кабины нет вообще. Вы видите пустую шахту без проводов и лестниц, только голые скользкие стены. Третий лифт заполнен ядовитой жидкостью. А в четвертом сидит свирепый тигр. Похоже, здесь ситуация тоже безвыходная. Но вам же удалось избежать других опасностей. Неужели здесь вы не сможете найти выход? У вас только 20 секунд. Вам нужно выбрать люфт. Лифт под номером 3. Как только дверь откроется, вся жидкость выльется наружу. Единственное, что вам нужно будет сделать – это отступить назад, чтобы смертельная кислота не попала вам на обувь. Вам повезло! У нас есть еще и бонус! Трудный выбор. Готовы? Хорошо. Вы застряли в комнате, из которой можно выйти через одну из четырех дверей. Конечно, теперь вы уже знаете, что за дверями вас обычно не ждет ничего хорошего. Так что приступим. Первая дверь ведет в бездну. За второй дверью над мокрым полом висят провода под высоким напряжением. Если вы войдете в третью дверь, то вас встретят голодный медведь и волк, которые ничего не ели уже неделю. А за четвертой дверью бушует огонь. И все же шанс выбраться и остаться в живых есть. Какую дверь выбрать? Вам было достаточно времени, чтобы найти правильный ответ? Отлично! Тогда напишите его в комментариях. Давайте посмотрим, скольким людям удалось разобраться с этой задачей. Не забудьте подписаться на наш канал и присоединяйтесь к Эдми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok